Друзья и коллеги, приветствую вас. С вами Наталья Луната и наша традиционная уже минутка о войлке. Продолжаю отвечать на ваши вопросы. Очень люблю это дело, потому что понимаю, что если вы о чем-то спрашиваете, значит это то, что на самом деле вас волнует. Итак, еще один вопрос. Как утеплить войлочное пальто или куртку при расчете на мороз 20-25 градусов? Я уже вам рассказывала о том, чтобы я сделала для теплой осенне-зимней одежды, но на мороз 10-15, а тут вот 20-25. В общем, это уже очень-очень серьезная хода. Впрочем, я могу сказать, что таких вещей мне пришлось сделать уже достаточно много. Ну, во-первых, это могут быть разнообразные шубы войлочные, валеные, потому что как только это уже эко-мех, как только это уже такое вот меховое полотно, оно уже теплее за счет того, что вот этот вот объем флиса, ну, как всякий мех, да, он дополнительно создает вот эту воздушную подушку и не пропускает повод. Плюс используем то же самое прокладку слоя альпаки или козьего пуха между слоями базовой шерсти. Изнанку, да, тут, конечно, ну, вещь будет потолще, никуда не тянешься, но я бы советовала, даже можно сам войлок вещь валять без изнаночного слоя, допустим, вискозного или шелкового, это не проблема, но вот тут вот встает вопрос как раз-таки о подкладке. Не бойтесь делать подкладочку с утеплителем. Можно использовать любые, я не рассматриваю вообще никакие синтетические утеплители, потому что это дискредитирует понятие самого войлока. Ну, разве что может быть очень легкий тенсулейт, да, вот это, конечно, утеплитель космический, что называется, он уникально держит тепло и в 25 градусов мороза, если вы на тенсулейте сделаете внутреннюю подкладку, то это будет абсолютно теплая вещь, абсолютная термоизоляция. Вот, чтобы я, если вы войлок, нижний слой, внутренний, вы все-таки делаете с шелком или вискозой, вот тут вы можете сделать на особо сильные холода подкладку, отстегивающуюся. Какая она будет, какая-то стеганая на ватинчик, еще какая-то, она может быть войлочная, вторая войлочная, то есть вы валяете как бы, ну, две войлочных вещи. Кстати, можете их сделать так красиво и оригинально, что, по сути, вы их и будете носить как две войлочные вещи отдельно в разную погоду, но соединив их, допустим, на каких-то красивых пуговках, на молнии пристегнув одну к другую, вот у вас будут вещи на очень-очень большой мороз. То есть вот тут можете поэкспериментировать именно таким образом. Можете сделать, что тоже очень красиво смотрится, можете свалять мехом внутрь. Вот это вариант такой вот, как дубленка, как полушубок какой-то такой вот, тулупчик. Это будет очень тепло, это будет теплее, чем мехом наружу. То есть если вас волнуют не только эстетический момент, а вот именно термоизоляция, именно тепло, то тогда делайте вот такой вот вариант. Надеюсь, мои советы вам полезны. Всего вам доброго. Легкого валяния, красивого, теплого, уютного войлока. Если вам нравится проект «Минутка войлоки», для его поддержки я прошу вас ставить лайки и делиться выпусками «Минуты по войлоке» с вашими друзьями в социальных сетях. Пока. Субтитры подогнал «Симон»